Я заготавливаю семена помидоров в основном самостоятельно. То есть основную массу семян помидоров я заготавливаю сам. Ну потому что свои семена они лучше всходят и никаких хлопот с поиском этого сорта в магазинах нет. И вот подошло время заготавливать свои семена. Заранее отобраны плоды наиболее лучших растений, наиболее соответствующие плоды сортовым признакам. Вот я буду сейчас извлекать семена из сорта помидоров севрюга. И вот эти плоды, они дозарились дома до такой степени, что вот видно, что плод он становится мягким, вот такой мягковатый уже. Кажется немного нажмешь на него посильнее и он уже лопнет. Это значит уже плод готов к излечению семян. Ну и цвет естественно уже приобретается соответствующий. Тут видно, что плод уже поспел. Он мягенький такой, соответствующего цвета, значит можно извлекать семена. Даже на некоторых таких плодах, вот как здесь, появляются вот такие даже участки плесени. В этом ничего страшного нет, это не повредит качество семян. Ну тем более подтверждает, что семена уже готовы к излечению. Ну способов излечения семян очень много. И в принципе-то многие огородники делают это по-разному. Ну я стараюсь делать как можно проще, тем более качество получается нормальное. Поэтому я делаю так. Беру плод помидоров, подготовленный к излечению семян. И разрезаю его на кусочки. Кусочки нарезаю такие, чтобы семенные камеры были видны. И из них было удобно извлекать семена. Вот примерно такие, не очень большие кусочки. Ну это еще для разных сортов, по-разному бывает в конструкции семенных камер. Ну вот например кусочек вот такой. Видно, что семенная камера, она открыта. Из нее будет удобно извлекать семена. Вот такие кусочки нарезаны. Затем беру обычную чайную ложечку и в подходящую емкость. Ну например, вот я использую кружечку литров, очень удобно. И эти, в общем-то, семена извлекаю. И туда их выгребаю. В кружечку. С этой стороны, с этой стороны немного. Остатки помидоров, ну, вкладываю туда, в чашку подходящую. И вот так вот. Это очень просто. Тут большой аккуратности даже не нужно. И, в общем-то, выгребаются все семена. И вот, семена из кусочков разрезанных плодов извлечены. Я их уже сложил вот в эту кружечку. Тут у меня пока шла работа на разделочной доске. Тоже, в общем-то, различные остатки тут семян образовались. Я их тоже туда отправляю, в кружечку. Видно, что тут попадаются некоторые ошметки. Ну, в этом ничего страшного нет. Пусть они там и будут. Они потом будут отделены от семян. Вот таким образом семена перемещены из плода в специальную емкость, в кружечку. При сборе семян надо учитывать свои потребности в семенах. То есть, сколько семян вам нужно. И сколько плодов оставлять на семенах. Дело в том, что у разных сортов плода семян разное количество. У одних сортов много семян в каждом плоде. У других поменьше. И, исходя из этого, надо примерно прикидывать, сколько плодов оставлять на семена. Ну, если это неизвестно, вот первый раз, допустим, семена я беру из какого-то сорта. И не знаю, сколько там много или мало ли семян. То есть, я всегда беру с запасом. Лучше пусть, в общем-то, будет больше семян. Ими всегда можно поделиться с друзьями-огородниками, чем если их не хватит. Поэтому я беру семян с запасом. У этого сорта, который я сейчас обрабатываю, сорт севрюга, ну, семян среднее количество. Не то, чтобы много. Ну, и вполне достаточно. Поэтому обычно двух, но иногда трех плодов мне хватает и себе. И еще даже остаются на всякий случай запас. Семена, которые сейчас у меня в кружечке, я просто заливаю обычной водой. Тут некоторые огородники тоже разным образом к этому подходят. Некоторые даже дистиллированную воду берут. Но это, конечно, делать не обязательно, на мой взгляд. Обычно чистой воды вполне достаточно. Вот я налил в кружечку воды. Кружечка литровая, почти полностью. Тут уже сразу какая-то мизга ствола. Вот. И после этого я размешиваю этот получившийся состав. Ну, не очень тщательно. Так, немножечко размешать. И все. Теперь, вот этот уже раствор с семенами, он должен постоять. Вот тут у многих огородников свои подходы. Некоторые держат вот так, в таком виде семена, сутки. Некоторые несколько часов. Я тоже пробовал разные варианты. И сошелся на том, что я держу вот в таком виде, вот в воде семена, всего несколько минут. Ну, минут 10. Ну, может 15. Ну, никак не больше. Дело в том, что смысла никакого я в этом не вижу. Больше того, если держать семена в растворе долго, ну, больше суток, например, то они даже могут там прорасти. Ну, начать, во всяком случае, проклевываться прямо в воде семена. Если они уже достаточной кондиции. И потом, после того, как их высушишь, они просто потеряют частичную схожесть. Поэтому, вот буквально несколько минут, 10, как я сказал, или 15, этого вполне хватает. Я так делал уже много лет. Семена получаются нормальные. Ну, может быть, по виду они немножечко не такие очищенные, как если они полежат сутки. Но это на схожесть никак не влияет. И на качество тем более никак не влияет. Потому что в природе-то как происходит? Вот семена из плода. Вот они, если сами попадают в грунт, они прямо находятся непосредственно в этом, вот в этой жидкости, соке, который находится в этих камерах. И это никак им не мешает отлично прорастать. Даже, я думаю, вот эта вот жидкость, сок, она даже помогает, в общем-то, семенам избавиться от многих болезней и помогает потом хорошо сходить. Поэтому, не обязательно держать семена в воде долго. Ну, по крайней мере, я так считаю. Вот еще что. Я даже пробовал для эксперимента делать так. То есть, брал, просто извлекал семена вместе с соком и вообще в воде их, их не заливал водой, вообще в воду их не опускал. То есть, просто извлекал и сразу там выкладывал на газетку для просушки или там еще на специальная поверхность. И, в принципе, получалось неплохо. То есть, семена отлично сходили. Единственное неудобство в том, что они как бы делаются липкими немножечко и просто с ними неудобно работать. А на качество это никак не влияет. То есть, качество получается очень хорошее. И вот семена стоят, так, несколько минут. Ну, можно периодически подойти еще помешать. Это поможет немножечко им делаться почище. То есть, освободиться от излишков сока. И они будут потом более чистыми и красивыми. Все. Ждем несколько минут. Семена постояли в воде несколько минут. И теперь можно уже их отделять от воды. Ну, делается это, в принципе, очень просто. Берется обыкновенная ситечка. И через него вот эта вот вода вместе с семенами проливается. Отсевшие в ситечке семена выкладываются на газетки. И все. Ну, поскольку у меня ситечка нету. Вот не оказалось в нужный момент у меня ситечка. То можно обойтись и без этого. Тут еще возникает попутно один вопрос. Следующий. Некоторые огородники считают, что семена, которые вот всплыли сверху, то есть, они некачественные и их следует выбросить. Ну, делать это можно, конечно. Но я думаю, это делать не стоит. Потому что я пробовал и те, и другие семена. И большой разницы в качестве не обнаружил. Во всяком случае, не всегда они плохие. А поскольку не всегда они плохие, то есть смысл их просто тоже оставить. Они не пригодятся. А потом, применяя загущенный посев, если о ней не взойдет какое-то семечко, в этом ничего страшного. Вот зато, как правило, все равно эти семена качественные. Они лишними не будут. Тем более у меня ситечка нет. Мне удобнее работать именно таким способом. Так что я буду делать? У меня нет ситечка. Сначала я сниму семена на газетку, выложу, которые вплыли. Ну, вместе с мезгой. А потом солью воду, насколько получится. И уже остальные уже тоже выводим на газетки. С газетками, к счастью, проблем нет. За что я люблю рекламные газеты. Каждый день почти приносят их мне в почтовый ящик. Вот они идут как раз очень хорошо для дикции. Считать там нечего. А вот для растопки печки, да вот, например, для сушки семян, они вполне подойдут. Ну, вот так создаю себе рабочее место. И вот возьму вот, которые вплыли семена. Ну, например, можно обыкновенной чайной ложечкой. Я это аккуратненько, чтобы не совсем уже все в воду выливать. А вот так вот сюда выкладываю. Вместе с мезгой, вместе с мусором. Ну, совсем вместе. Вот так. И все это выкладываю. Конечно, было бы ситечко делать, чтобы побыстрее. Ну, увы. Ну, и так ничего сложного в этом нет. Вот я, видно, выкладываю. И сразу вода впитывает. И семена остаются сверху. Все. Основную часть семян я ложечкой собрал с поверхности и выложил на газетку. Ну, здесь с водой вместе. Ну, вода уже быстро сейчас уже впитывает. Она быстро впитается. Ну, тут остался какой-то еще небольшой мусор. Теперь я сливаю остатки воды в какую-нибудь емкость. Аккуратненько, медленно сливаю, чтобы еще на дно село очень много семян. Чтобы они вместе с водой в другую емкость не перелились. Сливаю потихонечку. Сливаю, 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 сливаю. Вот так вот. Вот. Сливаю не до конца. Я оставляю определенное количество воды на донышке. И уже остатки семян вместе с водой опять же, так же, выливаю просто на вот эти газетки. Ну, газеток можно и побольше положить. Вот так вот. Вот все. Все семена теперь у меня на газете. Вода очень быстро впитывается в газетки. И вот, примерно через полчасика, я уже могу переложить, то есть уже основная вода впиталась, вот эти семена, ну, еще с остатками воды, уже на другую сухую газетку. Все перекладываю. Ну, примерно так. Да, вот ножичком аккуратненько туда всю эту массу, пока еще эта масса, сдвигаем. С одной газетки все убрал. Вот она как пропиталась, села, уеба ушла. Теперь с другой также сюда перекладываю. Видно, что семян получилось достаточное количество. Это тоже газетка уже убирается, потому что она уже мокрая, сомрана не нету. И последние остатки семян у вас здесь. Все. Пока еще влажные семена, с остатками воды и жидкости семенной, они оказываются на одной единственной газете. Вот на этой. Здесь я семена разравниваю тонким слоем, ну, чтобы остатки вот этой влаги было удобно впитаться в газетку. Вот в этот момент уже можно убрать различный мусор. Ну, вот разные тут остатки плодов, там так далее, мусоринки, всякие. Все это убирается. Вот я равномерно разравниваю. Ну, вот и все. На этом основная работа по извлечению семян практически закончена. Дальше уже будет легче. Теперь обязательно, обязательно советую делать это вязать. Уже подписываю какой это сорт. Вот я подписываю. И да, это, конечно, подписываю тоже. Затем, вот эти семена на газетке. Ну, их уже воды немного, их уже можно аккуратненько куда-нибудь положить в сухое место, куда-нибудь в уголочек, и пусть они там находятся. Они уже будут дальше досушиваться. Уже примерно, ну, я не знаю, от нескольких часов, но их видно будет, пока они более или менее не станут сухими, от нескольких часов до суток. То есть убираю их куда-нибудь в уголочек и не трогаю. Через сутки уже их, они уже более или менее сухие, чуть-чуть еще останутся влажные. Их уже так же ножичком снимаю и перекладываю на блюдце. И на блюдце уже, они уже тоже ставлю там этикеточку. И на блюдце они уже досушиваются уже недели две, как минимум. Ну, это уже не к спеху, они там лежат где-то там и так далее. Досушиваются. И вот когда они досушиваются до полной кондиции, становятся сухими, их уже можно немножечко размять, еще мусор лишний убрать, если он там окажется. И уже потом, потом уже эти семена я пакую в бумажные пакетики. Обязательно бумажные, не полипиленовые, чтобы семена дышали, чтобы они там не загнивали. А в бумажных пакетиках даже пойдет обыкновенная газета. Газеты сейчас делают неплохого качества. То есть там и краски, все такое, они не вредные. Поэтому это вполне будет пригодным. То есть запаковываю их в пакетики и после этого уже отправляю на хранение. Вот таким способом очень легко заготовить свои семена. В данном случае помидоров. В конце хочу сказать, что способов заготовки, я повторюсь, очень много. То есть многие огородники делают иначе. И у каждого свой может метод. Поэтому я свой метод никому не нарезаю. Однако, вот я считаю, так делать очень просто, очень быстро. И схожесть получается очень хорошая. Ну, близко к 100%, насколько я отслеживаю. И семян всегда в достатке. Поэтому я считаю, что каждый огородник в состоянии заготовить себе достаточное количество очень качественных, хороших семян. Ну, из которых потом вырастут прекрасные растения и порадуют хорошим урожаем.